Представьте себе, огромная международная IT-корпорация платит меньше половины процента налогов с миллиардов евро дохода. Звучит как лазейка, правда? Что ж, именно в этом Европейский Союз обвинил компанию Apple. Сегодня мы погрузимся в одну из самых громких налоговых скандалов последнего десятилетия. Дело о налогах Apple. Это история о транснациональных корпорациях, налоговых льготах от государств и борьбе за налоговую справедливость. В 2016 году Европейская комиссия обвинила Apple в получении незаконной государственной помощи от Ирландии в виде льготных налоговых схем. Эти схемы позволили Apple радикально сократить налоговые отчисления с прибыли, полученной за пределами Америки. Комиссия утверждала, что эти сделки давали Apple несправедливое преимущество перед конкурентами. У Apple было две ирландские дочерние компании, которые были зарегистрированы в Ирландии, но не являлись налоговыми резидентами. Это позволило Apple направлять прибыль через эти компании и избегать уплаты значительных налогов в Ирландии. Комиссия утверждала, что эти налоговые сделки представляют собой незаконную государственную помощь, поскольку они давали Apple избирательное преимущество по сравнению с другими компаниями. Apple отрицала какие-либо нарушения, утверждая, что всегда платила налоги там, где работала. Компания также заявила, что комиссия задним числом меняет правила игры. В 2020 году суд низшей инстанции вынес решение в пользу Apple. Однако Европейский суд в 2024 году отменил это решение, поддержав первоначальное решение комиссии. Чтобы было понятнее, давайте оперировать цифрами. Прибыль Apple за пределами Америки за рассматриваемый период оценивалась примерно в 16 миллиардов евро. В рамках налоговых соглашений Apple заплатила всего 50 миллионов евро налогов. Это налоговая ставка менее полупроцента. Дело о налогах Apple имеет далеко идущие последствия для будущего корпоративного налогообложения. Это решение может вынудить другие транснациональные компании платить больше налогов в тех странах, где они работают. Оно также поднимает вопросы о роли правительств за налоговых соглашений с крупными корпорациями. Вот что вы думаете о деле о налогах Apple? Считаете ли вы, что транснациональные корпорации должны платить больше налогов? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк и подписаться. До встречи в следующем видео.